Стоп-Пирамида – специальный проект канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия, добро пожаловать на Стоп-Пирамиду, канал по шине личной финансовой безопасности. Прибрежден? Вооружен? Поехали! Вместе против мошенников Стоп-Пирамида и Финтьюзер, проводник в мире финансов, ссылка в описании. Пожалуйста, поставьте нам лайк, это важно для нашей работы. Заранее благодарю. Сегодня в Стоп-Пирамиде – самые мерзкие признаки финансовых пирамид. Продолжение ТОП-20 признаков финансовой пирамиды. Напомню зрителям, что признаки пирамид без лицензии Центробанка или фейковой лицензии иностранного регулятора, сверхдоход и гарантии его получения, отсутствие риска, мимо кассы, агрессивной рекламы, мифы будущего и легенды прошлого, организационный сюр, чужой бренд, а также отсутствие транспарентности разобрали в прошлых выпусках Стоп-Пирамиды. Ссылки в описании. А мы продолжаем разбор признаков пирамид. Тринадцатый признак – без договора. Джентльменские соглашения всегда оформляйте на бумаге, желательно с визитом в офис организации. Договор может быть оформлен дистанционно, но только в том случае, если вы точно знаете, с кем вы его заключаете. Например, вы оформляете новую услугу в своем банке через мобильное приложение. Нет проблем. Или через сайт финансовой организации. Тоже возможно, но при этом мы точно должны определить, что находимся на сайте именно этой организации, а не на одном из тысяч созданных мошенников фейковых сайтов. Как проверить подлинность сайта? Для российских финансовых организаций это сделать довольно просто. Есть сайт Банка России – cbr.ru. На нем есть реестры всех финансовых организаций. В реестрах указаны актуальные адреса всех официальных сайтов. Мошенники будут клясться, что их сайт самый настоящий. Просто он был создан для определенных услуг. Нам, например, представители ЛЖВТБ предлагают поторговать на платформе банка с громким адресом ВТБ Капитал24. Почему адрес не соответствует официальному сайту? Мошенники логично объясняют, что банки создают специальные сайты для определенных услуг и будут правы. Но на все эти дополнительные ресурсы есть вход с официального сайта. Так, на сайте ВТБ.ру вам предложат для оформления брокерского счета установить приложение с таким адресом – appwobbrokervtb.ru. Ни в коем случае не пользуйтесь, пожалуйста, платформой ВТБ Капитал24. Как проверить легальность иностранного контрагента? СтопПирамида уже рассказывала в самом первом выпуске ТОП-20 признаков пирамиды. Ссылка в описании. Сложно проверить? Нет, это не аргумент, что проверку не надо проводить. Если легальные финансовые организации предлагают заключить договор с помощью сервиса госуслуги, в этом случае вы гарантированно заключаете договор с обозначенной организацией. Обмен бумажными версиями по почте России тоже можно, но адрес вашего партнера должен полностью совпадать с официальным адресом организации. Смотри адрес в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте налоговой службы или на официальном сайте финансовой организации. А вот обмен сканами бумажных подлинников по электронной почте часто оказывается откровенным разводом. Практически невозможно понять, кто с вами общается и чья подпись стоит на скане документов. Четырнадцатый признак – пробелы в отчетности. Реальную экономическую деятельность пирамида не ведет. Значит, не может не отразить это в официальной отчетности. Как правило, в отчетных таблицах финансовых пирамид сверкают нули, либо приближенные к нему цифры, особенно в графах выручка, прибыль. В балансах вы также, скорее всего, не найдете капитальных затрат. Большинство современных пирамид, которые создаются в форме легальных организаций, не сдают отчетность в принципе. Почему? Потому что их срок жизни редко превышает календарный год. А в течение года можно отчетность и не сдавать. Не просто отчитывался финансовым аферистам и в ашшорных зонах. Стопирамида рассказывала об аферисте Алексея Труфанове, который в течение примерно шести лет собирал денежные средства с обеспеченных и отнюдь не наивных россиянах в свой фонд IFC. Ссылка на разборство пирамиды в описании. Собирал для себя очень успешно, убеждая инвесторов в том, что их деньги вложены в ликвидные и надежные иностранные инструменты, которые давали по 20-40% годового дохода. Так вот, первый год работы талантливый управленец активами также заказал аудит отчетности IFC компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Аудит оказался очень куцем и не очень понятным. Результаты его украшали сайт с 2015 по 2021 год. С тех пор Международный фонд не только не повторял эксперименты с аудитом, но и не размещал никакой отчетности. В 2020 году инвесторы вдруг обнаружили, что фонд перестал им выплачивать доход и отказался возвращать деньги. В общем, отчетные документы обязательно должны быть в фокусе вашего внимания при выборе объекта для инвестиций. Забавно, но в офисе лжекооператива СберАгро, созданного в 2019 году, инвесторам по первому требованию демонстрировали официально подписанный налоговый отчет за 2018 год. 15 признак пирамиды – сетевой маркетинг или MLM – Multi-Level Marketing – финансовых услуг. Десятки миллионов людей во всем мире занимаются сетевым маркетингом. Этот специфический вид продвижения товаров, услуг, выполняет не только задачи по повышению товарооборота, но и способствует повышению занятости населения. Большинство крупных современных финансовых пирамид последнего времени продвигались на основе MLM. МММ-2011, Кэшбери, Финника, Life is Good, Антарес, Текра и десятки других отвратительных монстров – все это сетевые проекты. Во многих странах запрещено использовать MLM-технологии при продаже финансовых услуг. И это, я полагаю, абсолютно оправданно. Сетевой маркетинг – это один из самых агрессивных методов организации продаж, где практически отсутствуют эффективные механизмы оперативного контроля за процессом заключения сделок, за налоговой финансовой дисциплиной. В финансовой сфере практически нет примеров добросовестных MLM-проектов. Мне могут возразить, а как же вознаграждение за приведенного друга, который используют самые, что ни на есть, легальные финансовые институты? Во-первых, основа сетевого бизнеса – это не просто реферальное вознаграждение за приведенного в банк друга, а возможность создания собственной сети, где мы получаем ретный платеж от людей, привлеченных как минимум за несколько уровней. А во-вторых, я считаю, что вознаграждение за друга в финансовой сфере следует ограничить. Ваня, а давай ты возьмешь кредит в банке, Ромашка, а я получу за тебя 5000, и пойдем вместе в кабак-лютик, отметим эту сделку. Финансовые институты должны конкурировать за счет качества своих услуг и сервиса, а не за счет подкупа клиентов. Шестнадцатый признак пирамиды – вступительный взнос. Следует избегать не только финансового MLM-бизнеса, если вы хотите сохранить свои деньги. Пирамиды давно освоили и другие нефинансовые легенды. Десятки тысяч россиян в последние годы попались в ловушку перспективной, высокооплачиваемой работы. Вам предлагают новую жизнь в крупной международной или российской компании. Компания может позиционировать себя как торговая, IT-компания или какая-нибудь иная. На официальном сайте так будет прописано. Мы – IT-компания или торговая. В офисе пирамиды вам расскажут о всех прелестях новой жизни. Вы познакомитесь с жизнерадостными сверстниками, которые за год-два решили все свои жилищные и транспортные проблемы, освободились от ненавистного найма и оков собственного безденежья. Но для того, чтобы войти в новую жизнь, вам предложат нести первоначальный взнос. Взнос может вноситься в форме покупки лицензии, франшизы, платы за регистрацию, как, например, печально известный, но уже покинувший рынок, светтипс. Или покупки товара в три дорого, как активно действующий поныне спрут QNET с регистрацией в Китае. Главное, что это будут существенные для вас деньги, а после оплаты взноса вы поймете, что окупить купленную лицензию, франшизу, товар вы сможете только если начнете впаривать эти самые лицензии другим людям. По сути, это бизнес основан на продаже вступительных взносов. То есть бизнес имеет пирамидальную природу. Бизнес поразит во всех смыслах этого слова. Разбор топ-20 признаков финансовой пирамиды продолжение следует. Будьте бдительны. Пока. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.